Следующей темой для сюжета станет вопрос алиментов в Кыргызстане. Как известно, в стране он стоит довольно-таки остро. Несмотря на принятый в 1990 году закон об уплате алиментов, количество злобных неплательщиков не убавляется. А в итоге страдают от этого только дети. Именно поэтому женщины-депутаты намерены найти способ борьбы с нарушительными закона. А я, в свою очередь, попыталась узнать, какие поправки планируют внести в Семейный кодекс и как они будут работать. По официальным данным, на сегодняшний день количество злобных неплательщиков алиментов составляет 42 тысячи человек, из которых 92% отцы, почти 3 тысячи граждан находятся по этому поводу в розыске. И, как правило, после развода в большинстве случаев забота о детях переходит на плечи матери. В 2019 году были поданы 41 тысяча 843 исков о взыскании алиментов. От общего числа судебных актов 40-50% составляют акты по принудительному взысканию алиментов. В Республике в 2015 году по принудительному взысканию алиментов на исполнение судебных дел было отправлено 30 тысяч 515, а в 2016 году 38 тысяч 343 заявлений. А в 2017 это число возросло до 41 тысячи 86 тысяч. В 2018 году 41 тысяч 843 человек написали заявление о неуплате алиментов. В среднем ежегодно с этой проблемой в суд обращаются 7 тысяч 828 женщин. Это издевательство над ребёнком. Именно так высказалась депутат Чокур-Кенеш Айсулума Машева о ситуации с неуплатой алиментов. По её словам, есть граждане, долг которых достигает полумиллиона сомов. А это значит, что родитель не выплачивал средства на обеспечение своего ребёнка в течение 10 лет. В связи с этим женщины и депутаты предлагают внести обновление в закон об алиментах. Это просто издевательство над ребёнком. Понимаете, даже безработные должны платить в качестве алиментов определённый процент от средней зарплаты в районе около 2000 сомов. Поэтому необходимо внести изменения в законодательство, касающиеся выплаты алиментов. Самая главная цель нового законопроекта о выплате алиментов – это защита интересов детей. По замыслу их минимальный размер, учитывая заработок или иной доход родителя, должен соответствовать прожиточному минимуму на ребёнка согласно его возрасту. На данный момент в Кыргызстане есть и те, которые выплачивают алименты в размере 200-300 сомов. Именно поэтому инициаторы поправок предлагают утвердить минимальный размер выплат в 1800 сомов. А мы, в свою очередь, решили узнать у горожан, сколько же денег в среднем в месяц уходит на ребёнка. В среднем 5 тысяч сомов в клубах, наверное, всё равно не хватало. От зарплаты зависит. Думаю, 20 тысяч – это стабильно, 10 тысяч, если человек может зарабатывать. Ну, средний размер, я думаю, минимально 150 сомов в день. Это супер край. Если 150 на 300 умножить, это будет как минимум, не знаю, ну сколько, 5 тысяч. Это супер минимум. А если двое детей, то 10 тысяч. Прожиточный минимум для ребёнка, тот, который сейчас недостаточный. Даже вот для взрослых. Вот, недостаточный он. Потому что продукты очень дорогие, а теперь сейчас ещё молодые мамы, они пользуются современными. А современные они очень дорого стоят. Предложенные изменения в Семейный кодекс предусматривает запрет на выезд из страны для неплательщиков алиментов. Кроме этого, если родитель платит не в полном объёме или систематически умышленно не платит алименты, игнорируя решение суда, то ответственность за это он будет нести по прописанному закону о проступках. Для начала злобному неплательщику направят предупреждение. Если же родитель продолжит нарушать закон, мы будем вынуждены привлечь его к уголовной ответственности. Отношение общества к гражданским бракам с каждым годом становится всё более лояльным. Однако именно такой союз большинство случаев оставляет матерей у пустого корыта. Обеспокоенные этим активисты предлагают прописать нормы об ответственности не только для официальных, но и для так называемых гражданских мужей.